Через пару дней, 19 сентября, iOS станет доступна абсолютно всем, и если у тебя были какие-то сомнения обновляться там или нет, сейчас я тебе предоставлю 5 причин, из-за которых ты просто будешь обязан обновиться на новую iOS. Погнали! Первая причина, это абсолютно обновленный Control Center, или же пункт управления. Что в нем такого нового? Ну, начнем с того, что его можно кастомизировать. Тоглы теперь можно выбирать самостоятельно, вот, например, у меня есть быстрый запуск фонарика, я иду в настройки и просто убираю его оттуда. Также тоглы можно менять местами, не совсем, конечно, важная функция, а вот что действительно важно, это то, что большинство плиток поддерживают 3D Touch, или же долгое нажатие на устройствах, где его нет. Вот, например, таймер. Зажимаем его, и тут же можем установить нужное нам время. Новый пункт управления, по мне, так экономит просто огромную кучу времени. Вторая причина, это функция перетаскивания. Звучит достаточно странно, но это действительно то, чего раньше не хватало. Давайте на примере заметок я продемонстрирую эту функцию. Вот у меня в одной заметке есть фотография и текст. И, собственно, как и сам текст, я могу просто выделить двойным тапом, зажать и перетащить абсолютно куда я хочу. Ну, вот, например, кину его в поиск, абсолютно вот куда я захочу. Точно так же и с любимыми файлами. Например, зажмем эту фотографию, создадим новую заметку и закинем прямо в эту заметку эту фотографию. Вот так вот все просто, не нужно ничего копировать и вставлять. Работает это не только в заметках, а в любых приложениях, и можно даже перекидывать файлы между приложениями через многозадачность. В общем, практически полноценный драг-н-дроп, как на компьютере. Третья причина, это новые скриншоты. Лично у меня скриншоты занимают достаточно большую часть медиатеки, и я делаю их реально часто. Теперь же, после того, как скриншот сделан, ему можно отредактировать, нарисовать там что-нибудь или изменить масштаб. Для того, чтобы все это сделать, раньше приходилось идти в галерею, потом нажимать еще что-то и только потом редактировать. Теперь же все намного проще и быстрее. Четвертая причина, это встроенная возможность записи экрана. Это просто какая-то, ну, очень востребованная функция. Потому что постоянно, как я натыкался на какие-то способы по установке китайского, как правило, софта, который давал возможность этой самой записи, вокруг новости собирался, ну, какой-то просто огромный ажиотаж, и люди реально устанавливали, им очень это нужно было. Теперь же эта функция доступна прямо в iOS, без каких-либо танцев с бубном. Добавляете тоггл записи экрана в пункт управления, жмакаете на него, и все, запись пошла, потом она сохраняется в медиатеку. Вот так вот все просто. Пятая причина, это iOS 11 на iPad. Я лично ставить 11 iOS на свой iPad mini второго поколения не буду, потому что, скорее всего, работать на нем будет достаточно плохо. А я использую его чисто для серфинга, YouTube, там, фильма в дороге, и новые функции мне не особо нужны. Но то, какой шаг в сторону ПК сделала Apple, это реально впечатляет. И новый док, и новый пункт управления, и новая клавиатура, все это теперь на iPad'ах под управлением iOS 11. И для последних iPad'ов iOS 11 просто must-have, как я считаю. Впервые на моей памяти Apple сделали очень большой упор именно на iPad. Список поддерживаемых устройств вы видите сейчас на своих экранах. Это iPhone, начиная с 5s, и iPad, начиная с Air или же Mini 2. В общем-то, на этом все. Надеюсь, я тебя убедил, и ты установишь новую iOS 11. Подписывайся на канал, вступай в нашу группу ВКонтакте, оценивай это видео. Пока!